Да, доброе всем время суток. Опять же, у меня небольшая простуда, но мы сделаем урок. Я одет в стиле 70-х, в такой водолазке и пиджаке. Мы хотели бы поговорить про недельную главу ВАИЦ, посмотреть там необычные идеи, которые легли в основу формирования еврейского народа. Потому что наша недельная глава описывает формирование еврейского народа. Это как Яков женится на Рахеле, на Лее. Сначала на Лее, потом на Рахеле, потом на служанках, как у них рождаются дети и д.д. И прежде чем это происходит, есть известный сон Якова, который называется Сулам Яков, лестница Якова. Как здесь сказано, ВАИЦЕ ЯКУМИ БЕРШАВА ВАИЛЕХ ХАРАНА. Яков вышел из Бершевы, пошел в Харан. ВАИВГАБА МАКОМ ВАИЛЕН ШАМ. И вот это ВАИВГАБА МАКОМ, оно очень необычное сочетание. Обычно вот в хорошем переводе очутился, как они переводят вместе, как они добавляют в одном месте. Это, так сказать, хороший русский перевод. Но здесь есть некая внутренняя сложность. Что значит, он очутился как-то в каком-то месте? Что значит ЛИВГОА, Табид? ЛИВГОА? ЛИВГОА, папа, как цель, мишень? Попасть, да, и сейчас даже в современном времени нанести вред. Но ЛИВГОА это обычно encounter, то, что на английском называется. Встретить что-то, наткнуться на что-то, bump into, как они переводят. Да, и здесь непонятно, почему Тор не употребляет этот глагол ЛИВГОА. И очень интересно, что те, кто знакомы с трактатом Брахот и смешной трактатом Брахот, мы знаем, что из этого наши мудрецы, из этого, так сказать, описания, наши мудрецы учат, что Яков установил молитму Маариф, да, что он молился. Слышали об этом, Давид? Да, конечно. Да. Так это еще более странно. Молитва, как бы, гейтпалель, да, что при чем тут, что значит, что он, как бы, на что-то наткнулся, на какое-то место, и при этом мы учим из-за того, что он молился. И очень непонятно, как бы, что здесь происходило. И Раши, я не буду читать весь Раши, но я прочитаю часть. Раши пишет, локата вейтпалель, в Торине не написано вейтпалель бамакомазу, написано ваевга, да. Почему не написано молился, а написано наткнулся на это место. Дословно, как описано в трактате Хулин, 91 лист, «Перегида наше», как Раши говорит, что, что значит «копца арец», дословно, «прыгнула земля», «копца арец». Знаете, если вы смотрели какие-то фантастические фильмы или читали книги, там есть такое понятие «трансмиграция» или «транспортация», или как там это называется, что человек вдруг перемещается в пространстве с огромной скоростью. Что здесь имеется в виду? Медраж говорит, что Яков шел в Харан. Харан – это, допустим, в северной Сирии. То есть он из Бершевы, это не совсем там, где сегодняшняя Бершевы, но с юга Израиля шел в северную Сирию. И уже, так сказать, находясь, скажем так, в Сирии, он вспомнил, что он не остановился у горы Мурия, у храмовой горы. Да, там, где его отец был связан, да, на горе Акида. И Всевышний сделал такую вещь, что он не мог дальше двигаться. Да, то есть, поэтому написано, что Ваевгаба Маком. Он дословно, как бы, наткнулся, как бы, остановился. Его, он не мог дальше идти. И Шака Ашемеш, Кива Ашемеш, да, зашло солнце. То есть он оказался в очень тяжелой ситуации. Он не мог не дальше продвигаться. И стало темно, да. И эта ситуация символизирует кризис в жизни человека. Представьте себе Яков, да. То есть у него ничего нет, у него все отобрали. Он не знает, увидит ли он еще своих родителей. Он один совершенно в какой-то там Сирии, да, там непонятно где. Это не сегодняшняя Сирия, но в то время тоже Сирия не была, так сказать, курортом непонятно где. И он не может дальше двигаться, и зашло солнце, и темно. Это символ кризиса в жизни человека, да, в той или иной форме. И Раши здесь говорит потрясающую вещь, почему написано, почему слово молился связано с понятием, что Всевышний дословно как бы передвинул храмовую гору туда. Или его опять передвинул к храмовой горе. Это может быть одно и то же, или как вы на это смотрите. Но он оказался вдруг на храмовой горе в этой ситуации. Как вы это понимаете, Давид? Что здесь Медраж хочется сказать? Давид? Алло? Алло, Давид? Да, я думаю. Может быть, Привышний хотел нам показать, Медраж хотел сказать, что иногда, что бы мы в жизни не делали, все равно результат ведет нас к какому-то заранее предсказанному исходу. Есть смысл в этом. Но у нас есть свобода выбора. Я бы сказал немножко по-другому. Я бы сказал, что в ситуации кризиса, когда нам кажется, что, как бы, такое субъективное впечатление, что, как бы, где Всевышний? Всевышний далек от нас, именно в этот момент, как бы, парадоксально, мы наиболее близки к Всевышнему. Поэтому Медраж говорит, что вот в этот момент, когда он не мог дальше двигаться, и зашло солнце, то есть полное, так сказать, мрак, и все, и он полностью, как говорят по-английски, стак, полностью, так сказать, казалось бы, в безысходной ситуации, в этот момент он, как бы, в духовном плане находится на храмовой горе, да, святая святых, в самом святом месте, и Всевышний Ницав Алав, то там есть лестница, и Всевышний Ницав Алав. Алав, Давид, он над кем? Над чем Всевышний? Над Ницав. Над кем? Над Яковым. Над Яковым, совершенно верно. Обычно Сулам, это тоже мужского рода, и люди думают, что Всевышний так картинки, как бы, рисует, что Всевышний находится на вершине лестницы. Нет, то, что Тора говорит, Всевышний находится прямо над Яковым. То есть, в этот момент кризиса Яков ближе всего к Всевышнему. И это очень такая глубокая идея, заложенная в основу еврейского народа. И поэтому, кстати, все Медрашим, они связаны. Есть Медрашим, которые описывают вот этих ангелов, как они поднимаются и спускаются. Это четыре галута, или разные народы, которые поднимаются, и, так сказать, порабощают еврейский народ, а потом спускаются, падают. Но только ангелы Исава поднимаются, Медраш говорит. Поднимается, поднимается. Но Всевышний говорит, что и он будет опускаться. Или, очень интересно, казалось бы, противоположный Медраш. Вы знаете, что гематрия Сулам, без вава, да, с огласовкой у, без буквы вав. Напоминает гематрию еще одного слова, которое начинается с самиха. Синай, да. Синай и Сулам, это, по-моему, одна и та же гематрия. Без Сулам, без вава. Артскролл это приводит на основании Медрашим и многих комментаторов, которые показывают, что, как бы, дарование Торы, наша связь с Всевышним. Это вот, как бы, через заповеди Торы мы влияем на мир. И есть много всяких дрошот с этим связанным, что даже ангелы должны подниматься постепенно. Да, то есть, ангелы не прыгают с неба на землю. Правильно, Давид? Я не знаю. Ну, написано, написано, что у Лимбы Сулам, у Лимбы Эрдимбу. Зачем нужна лестница? Правильно? Что они поднимаются постепенно. Постепенно в этом, так сказать, это символ. И если ангелам нужно постепенно подниматься, то тем более людям нужно постепенно подниматься. Что люди тоже не, тем более, от них не ожидается, что они вдруг, так сказать, изменятся, прямо, так сказать, в гигантских пропорциях. Это бывает, но это исключение. Обычно люди должны постепенно подниматься. Да, со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку. И не нужно, так сказать, нужно стараться подниматься, но у каждого свои ступеньки. Поэтому нужно относиться к этому очень спокойно. И нефиша Хаим говорит, что эти мелахим, откуда они берутся? Что это за ангелы? Есть такой вопрос, почему они поднимаются сначала? Почему они сначала поднимаются, а не спускаются? Ангелы же как бы они в высших мирах, Давид. Почему они сначала поднимаются, они должны были спускаться сначала, правильно? Правильно, почему они поднимаются? Рашбам является исключением. Он говорит, что это просто форма описания. Но большинству комментаторов говорят, нет. необычная вещь, что они поднимаются. И нефиша Хаим, Афхаим из Воложина, говорит, что это наши митцвот. Помните, Мишна говорит, что тот, кто делает митцву, он создает ангела, кунем Аллах. Помните? Мишна говорит, или проклит, или малах, как бы вы его ни называли. Что каждый раз, когда человек делает какую-то митцву, он создает какое-то духовное влияние на этот мир. И оно поднимается как бы условно вверх, в высшие миры. И из-за этого спускаются в наш мир соответствующие положительные влияния. То есть, эта лестница, это как люди выполняют Туру. Поэтому это связано с горой Синай. И, опять же, даже во времена Галута, даже во времена кризиса, Всевышний близок к нам. Это первая идея. И, кстати, я не буду обходить, мы обсуждали, что очень много слов в этом описании похоже на еще одну структуру, которая упиралась в небо. Вы не помните, Давид? Башня, башня, бавилонская башня? Совершенно верно. Потому что здесь написано Рошо Башамайм, Рошо Магия Шамайма, что-то такое там. Очень много параллелей в описании. И идея вавилонской башне, что на Ассе Ланушем, мы хотим себя возвеличить, о ней говорили. А здесь как раз описывается, как я сказал, символизирует заповеди Торы, что мы служим Всевышнему. И помните, Яков упоминает Маасер, он хочет не брать, он хочет давать. И помните, строители вавилонской башни, они сказали, пеннафуц. Мы не хотим распространяться, мы хотим сидеть, так сказать, в своем месте, рядом со своей башней, и, так сказать, наслаждаться жизнью. Нас никто не интересует вокруг нас. А Яков, очень известная вещь, из-за движения, которое это поет, как, как бы, свой некий такой неофициальный гимн, уфарадста, вы не слышали? Уфарадста, Ямова, Кедма, Сафонова, Негма. И распространись во все четыре стороны. Так вот, это, часть этого видения, как раз наоборот, вавилонской башне, они хотят только, так сказать, заниматься собой, любимыми. И, так сказать, хотя между ними, как раз, были хорошие отношения, кроме того, когда уже дело зашло до того, что там они, так сказать, обожествили эту башню, им кирпичи были важнее людей, это другое дело. Но изначально они не враждовали между собой. Но их никто другой не волновал. А здесь, наоборот, Яков говорит, ему говорят, распространись, да, заботя о других. Это в двух словах. Есть тут много еще, что можно сказать. Но я бы хотел поговорить об, на мой взгляд, очень важной идее, которая связана просто с названием нашего народа. Да? Как евреи на еврите называются? Доби. Иудим. Иудим, да. Иудим от слова Игуда. Да? То есть, в этом есть несколько несколько причин. Историческая причина. Иудим или Иврем? Иудим, да. Иудим, да. А Иврем это? Да, и, да. Иврии это, как бы, в русский язык евреи связано с словом Иври. Мы сейчас не будем в этом входить. Это связано с тем, что с английским словом Hebrew. Да, изначально Авраам был по одной стороне мира или перешел с другого. Эвер это берег реки, перешел с другого берега. Но исторически евреи назывались Ягудим. Да? И это происходит от имени Иуда. Это было исторически самое большое колено после того, как пропали 10 колен. Но кроме этого, в этом заложена очень интересная идея. Вы помните, чей сын был Иуда? Рахелия. Лея. Лея, да. Большинство колен были сыновьями Леи, кроме Рахелии, кроме Иосефа и Бениамина. Но не просто он был сыном Леи, а здесь сказано очень необычная вещь. Он был каким по счету сыном Леи? Миша, вы не помните? Четвертый. Четвертый, да. Сейчас я вам прочитаю это, так сказать, на иврите, по-русски. Давайте попытаться понять, какая заложена в нем идея, что тут необычного. Сказана такая вещь. Вот после трех сыновей Ветагар, Од, Ветелед, Бен, Ветомир, Гапам, Одеет Ашем, Алькен, Крааш, Мо, Иуда, Ветам, Од, Меледед. Из-за чела еще и родилась сына и сказала, на сей раз восхвалил Всевышнего, поэтому назвала его именем Иуда. Что значит, Апам на сей раз восхвалил Всевышнего? Это не сказано ни про какого другого сына. И Талмуд в трактате Брахот говорит очень необычную вещь. Рашби, Раби Удаби, Рашби, Раби Шимон Бен Юхай говорит, что до Лею ни один человек сотворения мира так не благодарил Всевышнего. И Всевышний ждал сотворения мира, со дня сотворения мира, когда Лея скажет эти слова. Как вы это понимаете? Что здесь такое? Что Авраам, Ицхак, Яков, Иданих, Шем, Эвер, Ноах, другие праведники никогда не благодарили Всевышнего. Что это такое? Что здесь было такого необычного? Вот от того, что храм от него произошел. Ну, храм был в основном на деле Беньямина. И уже нет. Тамар, Тамар, которая для чего? Она же, да. Вы имеете в виду Машех, да, но как бы здесь если храм, я бы сказал, что Леви тогда нужно было бы благодарить. Кроме того, здесь вообще не упоминается ни Машех, ни что. Просто вот сказано сейчас, я восхвалю Всевышнего. Апаму, Дэй Ташем. Почему сейчас? Почему это была такая необычная вещь? Почему никто раньше этого не делал? И поэтому мы называемся Иудим. И поэтому каждое утро мы говорим Мудэ. Это связано с словом Иуда, кстати, Мудэ. Я благодарю. Мудэ, а не Лифанеха. Даже если это мы можем сказать, что это поздние обычаи. Я не знаю, когда его относят к Аризалю. Я уверен, что да, и Аризаля были такие идеи. Но тем не менее, сейчас все евреи, соблюдающие Тору, говорят первую фразу каждое утро Мудэ, а не Лифанеха. Почему? То есть, мы должны понять, в чем идея здесь. Вы понимаете вопрос? Да. Да. Я вам дам два ответа. Первый ответ, казалось бы, простой. И второй ответ как бы более детальный. Простой ответ его приводят Раши, его приводят другие комментаторы, что праматери были пророчицами, в крайней мере, у них был руаха, кодыш, хотя они не входят в семь пророчеств, которые были у нас. пророчица была Сара, Мирьям, там и т.д. Но у них был руаха кодыш, они знали, у них была традиция, что должно было быть 12 колен Израиля. Если 12 колен, а у Якова сколько жен было, включая служанок? Четыре. Четыре, да. Значит, у каждой жены сколько должно было быть сыновей? Трое, правильно, да. 12 сыновей, 4 жены, значит, трое сыновей. И вот у Леи уже есть трое сыновей, и это четвертый сын. То есть, это больше, что, казалось бы, должно быть. Окей? Это первое объяснение. Но давайте посмотрим на сам текст. Текст его, текст очень необычный. Текст очень необычный. Сейчас, секундочку. я прочитаю по-русски, просто, чтобы было, так сказать, быстрее. И зачала, это первый сын, до Иуда, и зачала, и родила сын, и назвала его именем Ру-Вен, потому что сказала, так как увидел Всевышний мои страдания, то теперь будет любить меня муж мой. Почему это произошло? Потому что это высказы увидел Всевышний Кисну Алиа, что Леа, дословно, как играть, нелюбима, и дал ей детей. То есть, почему Всевышний дал ей детей, потому что Лея была нелюбима, то есть, что Лея хотела, чего Лея искала? Любви мужа, прямо сказано, да, потому что почему она его называла Ру-Вен, потому что она хотела, чтобы теперь будет любить меня муж мой, это прямо в Торе написано, то есть, что искала Лея, Миша, какого благословения? Детей. Ну, как детей, здесь прямо написано, и увидел Всевышний, что Лея нелюбима, Кисну Алиа, и Лея говорит, Киатая Ваниши, потому что сейчас, теперь будет любить меня муж мой, то есть, что искала Лея? Любви мужа? Кисну Алиа, любви мужа, ну, прямо же написано. Внимание! Любви мужа, ну, тут прямо написано, то теперь любить меня будет муж мой. Она чувствует, что она нелюбима по сравнению с Рахелью. И она искала любви мужа, правильно? Да. Прямо написано. Теперь, если этого недостаточно, то дальше написано, зачала еще, родилась сына, и сказала, услышал Всевышний, что я нелюбима кисну Анухи, я нелюбима. И так же дал мне этого и назвала его именем Шимон. То есть, опять же, с чего Илея хочет достичь? Любви мужа. Правильно, и третий сын, из-за чела еще и родила сына, и сказала, теперь на этот раз муж мой прилепится ко мне. Ибо я родила ему трех сыновей, Еловения и Ши. Блин, да, подословно меня сопровождать, будет со мной. Поэтому он назвал его именем Леви. То есть, первые три сына Лея ищет любви мужа. Какое благословение ищет Лея любви мужа? Правильно? Да. Логично, это просто прямой текстуры. И четвертый сын, как мы сказали, витар од, вителет бен, витамар, хапамуде и Ташем, из-за чела еще и родила сына, и сказала, на сей раз восхваля Всевышнего, поэтому назвала его именем Иуда. Здесь что-то сказано про любовь мужа? Нет. Нет. Ирав Соловейчик говорит очень глубокий пшат, понимание Торы. Лея искала любви мужа всеми силами. И первый сын, второй сын, третий сын, она пыталась добиться любви мужа. Когда родился четвертый сын, даже больше того, что она должна была получить, она поняла, что она не добьется любви мужа. Это не изменилось. Яков все равно любил Рахель больше, чем Лея. Но Лея вдруг увидела, что к ней пришло другое благословение. У нее больше сыновей, чем у кого-либо другого. Понимаете? Опять же, это не то, что она искала, не то, что она просила. Это то, что решил Всевышний. Всевышний дал ей другое благословение. Он мне дал детей. И она сказала, опаму деэтошем. Несмотря на то, что это не то, что я искала, не то, что я думала, что Всевышний мне должен дать, а то, что Всевышний решил, что он должен мне дать, я все равно благословлю Всевышнего. И вот такого благословения никогда не было в сотворении мира. Понимаете? Не то, что до нее никто не говорил спасибо Всевышнему, конечно, говорили, Но она сказала спасибо за то, что, как ей казалось, она не получила. Она увидела, что она не получила что-то одно, она получила что-то другое. Потому что мы не можем понять планы Всевышнего. Если вы подумаете, Рахель всю свою жизнь хотела детей. У нее, да, большим трудом было два сына. Она умерла при рождении второго. Но она получила богословение любви Якова. А Лея хотела любовь Якова, но она ее не получила так, как она хотела. Но у нее было шесть сыновей из двенадцати. Больше, чем кого-либо другого. Большинство евреев это потомки Леи. И она сказала, когда родился Иуда, она сказала, что мы благословим Всевышнего за то, что у нас есть. Мы видим, мы ищем благословение в том, что у нас есть, даже если это не то, что мы, казалось бы, хотели или планировали, или думали, что Всевышний нам даст. И в этом, так сказать, корневая идея. Поэтому называемся Иудим в образовании и существовании еврейского народа. И я бы еще хотел привести еще две идеи очень быстро. Так, времени у нас мало. Это очень необычный разговор между Рахелью и Яковом. Рахеля нет детей. Она, так сказать, в тяжелом эмоциональном состоянии, скажем так. И она говорит Якову, дай мне детей, или я умру. Хавали баним вейм-эйн мета анухи. Да, вейхараф Яков. И Яков рассердился на нее и сказал, Атахат элуким анухи. Ашарманаме мехприбатам. Тут очень нужно много сказать. Но Яков говорит, что я Всевышний. Что я могу сделать? Он намекает ей, что ей нужно обращаться не к Якову. К кому нужно обращаться? Обращаться к Всевышнему. И очень интересная идея. Она повторяется в Танахе несколько раз. Действительно, Рахель молится Всевышнему. И сказано, что когда родился Юсеф, что Всевышний ответил ей, Рахеле. Что иногда мы ищем каких-то посредников, каких-то сгулот, какие-то там всякие, какие-то, так сказать, трюки, какие-то, так сказать, вещи. Но на самом деле нам нужно обращаться к Всевышнему. И это очень такая основная еврейская идея. Это прямая связь со Всевышним. И я еще хочу только упомянуть, что мудрецы сказали, что Яков был наказан за то, что он на нее рассердился. То, что он ей, так сказать, дал понять, что нужно обращаться к Всевышнему, это было правильно. Но то, что он на нее рассердился, это было неправильно, потому что она была в тяжелом эмоциональном состоянии. И поэтому, так сказать, на его уровне он должен был отреагировать по-другому. И последняя идея, которую я хочу упомянуть. Здесь есть много, но я просто, так сказать, по времени, по состоянию упомяну только еще одну идею. Это странный спор между Рахелию и Леей насчет дудаим. Дудаим – это какие-то цветы, кто-то говорит, что это мандрагоры, или это какие-то фрукты. Таиним. Есть разные мнения, или у них были какие-то лечебные свойства, или это просто был символ любви, как ребенок приносит цветы матери, или это аромат какой-то был. И как-то неважно, что это было. Был спор между Леей и Рахелью. Сказано, что Рахель ватикане, что она, как мудрецы говорили, завидовала добрым делам Леи. Мы не будем в это входить. Но Лея, говорив, «Витомар-ла-Алея» сказала ей Рахеле, «Амиат-кахтехэтэши, разве тебе мало, что ты взяла моего мужа?» Теперь подождите минуточку. Кто у кого взял мужа? На ком хотел Яков жениться? На Рахеле. На ком Яков хотел жениться? На Рахеле. На Рахеле. Почему он женился на Лее? На Лаван. Потому что Лаван это подстроил. Правильно? Таким образом, как мы все знаем, это как бы не специально. Лея взяла у Рахели мужа. Правильно? Правильно? Да. Да. Более того, мы знаем, что Всевышний обещал 12 сыновей. И по простому пониманию текста эти все 12 сыновей должны были быть у Рахеля или у ее служанки, там часть у нее. То есть, он как бы это взяло и детей у Рахели тоже. Почему? Как же Лея может говорить «Ты, Рахель, взяла у меня мужа»? Это же наоборот сумма. Как она могла это сказать? Она его любила, хотела его любви. Ну, хотела его любви, но нельзя, так сказать, придумывать вещи. по простому тексту Туры. Лея убеждена, что Рахель у нее взяла мужа. Как она может это сказать? Так вы думаете? Сфорну, Рава Вадия Сфорну говорит интересную вещь, и другие комментаторы говорят, что Лея была права по-своему. Я вам объясню, почему. Рафурман это развивает в своем, так сказать, в своей презентации девятого слеза Рахели, как видение, когда есть как бы некий искренний спор между евреями, который действительно ведется искренне, так сказать, лишем шамаем, то очень часто есть две одинаково верные перспективы. Я вам объясню, о чем идет речь. Это пример этого. По простому пониманию Тора, который мы, так сказать, читаем, рассказываем детям в детском саду, получается, что Лея не специально, хотя Раф Славичик говорит, что без участия Леи Лаван бы не мог это, так сказать, все сделать, взяла мужа у Рахели. Но Сфорну говорит, с точки зрения формальности Рахель отдала Леи Симоним. Рахель согласилась, чтобы Лея вышла замуж за Якова, правильно? Правильно? Да. 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 Теперь... Рахель знала об этом. Иначе бы это не могло случиться. Теперь, когда Яков женился на Лее, он не стал с ней разводиться, он женился на Лее, а теперь он женился на Лее. Он был женатый человек, правильно? У него была жена, он был женат на Лее. И поэтому, когда Рахель хотела на нем жениться, она уже женилась на женатом человеке, правильно? Выходить замуж? Да, да. Выходила замуж, за, спасибо, за женатого человека. Таким образом, в некотором смысле, в некотором смысле, с точки зрения Леи, она взяла у него мужа, потому что в тот момент, когда Рахель выходила замуж за Якова, и Яков женился на Рахеле, он был мужем Леи. Да? И мы можем спорить, кто из них был прав, скорее всего, или по большому счету. Но есть две перспективы, когда, особенно в семейных делах, есть всегда две перспективы. И очень интересно, что Рахель не спорит с Леей. Она говорит, пусть будет по-твоему. И Раф Соловейчик говорит, что это отражает природу Рахели, ее самопожертвование. И Рахель всегда жертвовала собой. И когда она отдала эти знаки, или... И сейчас... И когда она крадет эти трофим, скорее всего, инструменты колдовства, или идолы лаваны, и потом умирает. И... Идея в том, что... есть больше одной перспективы. И нужно уметь это видеть. И тогда можно избежать очень многих конфликтов. Спасибо большое. Это были как бы некоторые основные идеи формирования еврейского народа. Редактор субтитров А.Семкин